Барклай Хоуп Кей Троттер Мишель Нолден И другие Звезда Уолл-Стрит пропала Биржевой аналитик исчез Никаких следов известной финансистки ФБР и семья Клаусенов не прекращают поисков Три года спустя Ежегодно пропадают сотни женщин Из таких социальных групп Продюсеры Аллен Демистер Джастин Болде Которую нельзя назвать группами риска В понедельник в программе «Спросите доктора Сьюзан» У меня в гостях будет доктор Джон Ричардс Криминалист и автор книги «Пропавшие» Композитор Доминик Трояну Доктор Ричардс Создал психологический портрет женщин Которые чаще всего пропадают Оператор Ричард Винсенти Которые оказались на перепуте Одинокие, беззащитные Которые столкнулись с непривычной ситуацией Например Продюсер Лайза Поросин Деловая поездка, поездка на отдых Автор сценария Ирина Диттер Мы с доктором Ричардсом Обсудим, как понять, что вам что-то угрожает И как защитить себя По роману Мэри Хиггинс Кларк Прошу, присоединяйтесь к нам Я доктор Сьюзан Ченселор Пусть ваши выходные пройдут отлично И в полной безопасности Режиссер Паула Барзман Звук выключен Отличная работа, док Спасибо, 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 Эрик И со звонками ты справился Как всегда Спасибо Большие планы на уикенд? Может быть А у тебя? Какие-нибудь социальные группы Требующие повышенной бдительности? В воскресенье после полудня Я буду пить коктейли с моим отцом И моей мачехой Ух ты И это милое поле Двухнедельный круиз через Панамский канал первым классом В любое время, когда ты захочешь, я готов, дорогая Какой ты милый, дорогой Для своих девочек все что угодно Спасибо Ты поедешь, Сьюзан? Я еще не доросла до игры в шаффлборд Предложение все еще в силе Я знаю, папа, но... Зови меня Чарльзу Твоя мачеха не хочет, чтобы кто-то знал, что у меня есть такая взрослая дочь Извини Спасибо Сьюзан, это будет прелесть Как ты думаешь, мужчины в круизе лучше, чем в Нью-Йорке? Скорее всего, они все из Нью-Йорка Ну, по крайней мере, это поможет мне забыть Джека Как думаешь, сколько на это уйдет? Давай, док, я умираю от горя Конфликт интересов, Ди Я твоя сестра А на плечи сестры нельзя поплакать Послушай, Сьюзан, я сожалею, что Джек оставил тебя ради меня Я же не знала, что он поступит так и со мной Нам повезло больше, чем маме Джек не ждал 20 лет, чтобы выставить на показ полное отсутствие вкуса Вы уже видели виновника торжества? Бинке-то снова нашла того, за кого можно выдать одну из нас Это Эйден Мастерс Тот Мастерс, который опекает художественный музей и Центр театрального искусства Мастерсов А еще благотворительный фонд Он очень богат и очень одинок И очень мил Давай, Ди Покажи ему, на что ты способна Сейчас Садовая беседка в той стороне Простите Вы хотели шампанского? Сейчас что угодно Спасибо Эйден Мастерс Старый друг Бинке Да, я знаю Она говорила Да, такова плата за обладание миллионами долларов Люди сплетничают о тебе, осаждают просьбами сделать благотворительный взнос Это сводит с ума Осторожно Вы говорите с психиатром Да, знаю Бинке мне говорила Вы ведете передачу «Спроси доктора Сюзан»? Да По-моему, вы очень сочувствуете тем, кто к вам обращается Спасибо Не за что После такого дурдома мне самой нужен психиатр Хотя я не так много зарабатываю, чтобы нанять терапевта Может быть, мой фонд выделит вам кредит? В какой области психологии вы специализируетесь? В клинической В клинической Да Но для этого больше подходит нечто седовласой в очках Уж точно не такая красавица, как вы Ну, обычно по воскресеньям на мне бесформенные свитеры и джинсы Это более подходящая картинка Я думаю, вы великолепны и так Вот вы где! Простите, но ваша сестра хотела показать мне здесь все Ну, идите, идите Рад встрече Спасибо, я тоже Приятного осмотра Сегодня играют джайнс И, похоже, остаток вечера мы будем футбольными вдовушками Что? Это же хорошо Как в наши дни в колледже, помнишь? Тихие октябрьские воскресенья Домашние девичники Верно А после второй бутылки ты лезла в свои конспекты по психологии Чтобы проверить, сдадим ли мы экзамены, помнишь? И ты всегда была права Как тебе это удавалось? Что тут сказать? У меня дар Он все еще есть? Нет Боже Все пропало с тех пор, как я не угадала, что за будущее будет с мистером ошибкой Почему мы с тобой всегда понимали последними, куда нас тащат? Не знаю Ну? Как идут дела с Джейсоном? Как сказать? Ты можешь поверить? В этом месяце будет два года, как я отправилась в этот круиз, чтобы разобраться в том, что с нами происходит Да Всего-то два года Значит, ты не сожалеешь? Знаешь, я в глубине души надеялась Что ты в том круизе забудешь о Джейсоне и найдешь себе кого-нибудь другого Все почти так и вышло Да ты что? Ты что, серьезно? Боже Ты всерьез? Невероятно И ты мне ничего не рассказала об этом Прости Прости Кто этот парень? Ты серьезно? Он даже подарил мне кольцо Боже Ты принадлежишь мне Это точно не от Джейсона? Нет Знаешь, у меня профессиональное чутье, что этот парень хороший Нет Этот парень был теплым, он был добрым, заботливым Я до сих пор не понимаю, что с ним случилось Гениальная идея Давай, сядь здесь Проверим мои психологические способности Нет Да, давай Правда? Давай В чем дело? Что ты увидела? Это ужасно Я не знаю, я видела Я видела женщину, и она как будто умирала или что-то в этом роде Карлин, это нехорошо Тебе нужно избавиться от этого кольца Я не шучу, от него нужно избавиться Это педофил Посмотри, как он смотрит на детей Хильда, отстань, он пьяный А он отстанет от этих детей? Ты видел его документы? Пробил по базе? Вы полицейский? Доброе утро, Том Дело в том, что Хильда... Скажите, чтобы он делал свое дело, Шей Этот бродяга опасен, я могу вам сказать Посмотри у него документы и проверь по базе Присматривайте за своими парнями, Шей А то они расслабились С вами мне не о чем волноваться, Хильда Простите, я нужен кому-то еще Эй, вы Вы должны мне ланч В любое время Как дела, Том? Ты же знаешь, весь в делах Теперь рядом со мной нет бойкого помощника окружного прокурора Что привело тебя на мою территорию? Мой новый офис, я только что переехала Конец отговоркам, что ты не можешь меня найти Участок прямо за углом Да, я помню Точно Шей, да, есть ордер на его арест А я что говорила? Извини И не забудь про ланч Да-да Дом обесточен, доктор? То же самое было и вчера, Эрни Я не могу заставлять клиентов сбираться по лестнице Да, ну Я говорил вам, не надо въезжать во время ремонта Все остальные согласились подождать И только я поверила, когда вы сказали, что все закончено Послушайте, я принес вам новую запись Что выберете сегодня? Энни, готовь пистолет или... Кэтс? Эрни, вы, наверное, единственный ремонтник в Нью-Йорке, который увлекается мюзиклами Да, я знаю, о чем вы И еще парень из Village People, да? В IMCA Я столько времени провела в ее спальне Там все осталось на своих местах, как в музее Иногда мне кажется, что Виктория там Мы будем пить чай, сплетничать Знаете, я сплю с телефоном на подушке Каждую ночь А вдруг она позвонит И каждое утро я просыпаюсь с тем же ощущением пустоты И я не знаю, что с ней случилось Смертва ли она, или она... Жива? Я не думаю, что смогу помочь вам, или... Я стану подменой Подменой? Вы не можете пить чай с Викторией и приходите, чтобы провести час со мной Вы предлагаете мне найти другого терапевта? Нет, я предлагаю попробовать нечто другое Я беру интервью у одного писателя сегодня Он всесторонне изучал проблему Почему женщины исчезают, и что следует делать тем, кто остался? Нет, нет, я не дам вам обсуждать Викторию Моя дочь не должна стать радиопостановкой Нет Луис, вы же знаете, я не сделаю этого Но вам нужно смириться, вы должны отпустить прошлое Слушайте мою программу Ее слушают в десяти штатах Кто-то, кто видел Викторию на том корабле, может услышать нас и позвонить И если вы будете там, вы точно определите, знал ли этот человек Викторию У меня встреча с адвокатом мистером Блейком сегодня Я уверена, что он согласится встретиться с вами на радиостанции Вы уже все продумали, не так ли? Это моя работа Многие однажды смотрят на свою жизнь и решают сделать крутой поворот по дороге домой Они просто начинают новую жизнь в другом месте Почему? Обычно это вызвано проблемами с деньгами или делами сердечными Как вы распознаете, что это не убийство? Это трудно определить Особенно если тело не найдено Сотни женщин исчезают ежегодно, не оставляя никакого следа А их семью тешат надеждой? Это бесконечная агония не знать, что же случилось с любимым существом Миссис Клаусон, что вы здесь делаете? Доктор Чанцелор говорит об исчезновении Виктории Она считает, что это может помочь Разве мы не все обсудили? Я уполномочен заниматься делами Виктории Вы также уполномочены расследовать ее исчезновение И я думаю, вы примете любую возможность Вы правы, простите День был тяжелым Мне нужна ваша подпись на проекте приюта в Гватемале Подождет Перед тем, как перейти к звонкам, я бы хотела поговорить о том, чего нет в вашей книге Виктория Клаусон Мисс Клаусон занималась финансами и не отличалась общительностью Она исчезла с круизного корабля Абриэла во время стоянки в Гонконге три года назад Если бы вы взялись за расследование, с чего бы вы начали? Ну, я бы проверил список пассажиров Может, она с кем-то дружила В первую очередь мужчин, путешествующих в одиночку Роман о корабле, который она держала в секрете? Да Я ничего не могу сказать о ее эмоциональном состоянии в тот момент Но многие женщины едут в круиз, чтобы найти друга Или прийти в себя после разрыва отношений И есть мужчины, которые охотятся за такими жертвами Делают им подарки, предлагают комфорт и понимание, лишая их последних сил защищаться А потом А потом? Застенчивая или одинокая женщина, особенно беззащитна Выпадая из привычной среды, оставаясь без той защиты, которую ей дают ее работа и семья Луиза звонок доктору Ричарду Перейдем к звонкам, Луиза хочет спросить доктора Ричарда Привет, Луиза Привет, доктор Сьюзен Спросите доктора о его жене А не, нет ни слова в его книге В моей книге рассматриваются случаи коварства А моя жена? Моя жена утонула Ее гибель не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем сегодня Спасибо, Луиза Следующий звонок от Карен Да, доктор Сьюзен, привет Я звоню, потому что я слушала вашу программу И это смешно, но я была в средиземноморском круизе на Абриэле Два года назад, я рассталась со своим мужем в тот момент И я чувствовала себя довольно несчастной В общем, я там встретила очень приятного и очень внимательного мужчину Он предложил мне сходить с ним в Казбу Казба, это, кажется, знаменитый рынок в Алжире Верно Розмари, иди сюда Именно туда он и звал Я собиралась Похоже, это жена мистера Уэллса В других портах мы гуляли по городу вместе, но возвращались на корабль порозень Порозень? Понимаю, это звучит как-то по-шпионски, но он не хотел, чтобы обо мне пошли сплетни на корабле Какая забота И что случилось потом? Позвонил мой муж Он убедил меня дать ему еще один шанс Но к этому времени тот мужчина сошел на берег И больше я его не видела на корабле, он не вернулся Я узнала, что он плыл только до Алжира Он не говорил вам, что покинет корабль в Алжире? Нет Об этом я как-то не задумывалась, я просто... Но когда я попробовала найти его по тому адресу, который он мне дал, оказалось, такого нет И вот слушая вашу программу... Карен А что еще вы можете сказать об этом мужчине? Он подарил мне кольцо с березой И надписью Там написано «Ты принадлежишь мне» А это кольцо все еще у вас? Да, оно у меня И у меня есть его снимок Нас довольно часто фотографировали во время круиза Ты принадлежишь мне Там надпись «Ты принадлежишь мне» Карен, это может быть очень важно Вы могли бы переслать это кольцо вместе со снимком в мой офис? Нет, я не могу, простите Я правда не могу, если мой муж узнает об этом, он меня убьет Уж это точно Карен, я обещаю, я вас никому не выдам Мой ассистент даст вам адрес И... Вы сможете прийти к трем? Я постараюсь Спасибо Миссис Клаусон, я не думаю, что вам стоит здесь оставаться Все это действует на вас, а у вас сегодня правление Скажи правлению, и пусть подождут, у нас другая встреча Другая встреча У доктора Ченселор в офисе Если у нее такое же кольцо, нам надо быть там Хорошо Но очень важно, чтобы вы подписали эти бумаги Не сейчас, Дуглас Виктория сказала, что этот приют очень важен для нее Ты никогда не видел мою дочь Я имел в виду, вы так говорили Я никогда не говорила ничего подобного Мистер Уэллс, я перенесла с четырех на три, вас уже ждут Спасибо Только что Каролин выступала в радиопередаче Каролин? Правда? И что она там сказала? Что-то о круизе, в котором она была Луис Я знаю Доктор Ченселор Мне очень жаль, что о своем намерении говорить об исчезновении Виктории Вы ничего не сказали мне Дуглас, потише Я думаю, вы были правы Наверное, она познакомилась с мужчиной на том корабле Миссис Клаус, я прошу вас Я сам читал отчеты расследования Там нет ничего, что дает основания считать Дуглас, прекрати! Это кольцо мне вернули вместе с тем, что было у нее в том круизе Оно точно такое, как описала Карен Может, оно от того же мужчины? Может быть Мне нужно встретиться с этой женщиной Я обещала, что не выдам ее тайну Миссис Клаус, он ваш доктор прав И заседание правления скоро Я должен быть там, и вам следует там быть тоже Ладно, поезжай, а я возьму такси Я буду ждать вас в вашей комнате отдыха Она меня не увидит Но я буду там Хорошо Доктор Ченселор, если Виктория Клаусон была убита, убийца мог нас услышать Вы подвергаете Карен и миссис Клаусон большому риску И себя в том числе Снимек Карен может решить проблему исчезновения Виктории Сомневаюсь, что она придет В ней звучала такая неуверенность Вы дали миссис Клаусон ложную надежду И это просто неэтично Такси! Если у Карен есть то, о чем я думаю Я позвоню вам, доктор Ричардс Это даст вам шанс найти женщину, которая пропала Эти бургеры подгоревшие Как ты любишь А кстати Почему мы пришли сюда? По старой привычке, наверное Вэл привел меня сюда, когда ты выступал свидетелем по моему делу И ты всегда приводил меня сюда, чтобы сказать, как я должна работать Нет, чему я мог тебя научить Просто мне нравилось пить кофе с тобой Ты была отличным прокурором, Сьюзан Не знаю, зачем ты бросила все и подалась Психиатры Превентивная медицина, Том Да Это противодействие преступлениям, чтобы тебе было легче Ты ешь по часам или устал от моей компании? Я должна вернуться в офис к Триомну Я хотела поговорить с тобой, Виктория Клаусон Вот такое расстройство желудка Ты вел то дело, Том Там хоть что-то было сделано? Нераскрытые убийства остаются открытыми Я хочу посмотреть это дело Отравить не вышло, так ты хочешь, чтобы меня уволили? Мать Виктория Клаусон, мой клиент Долгие годы она страдает из-за того, что случилось с ее дочерью Мне не нужен психолог, чтобы понять, что женщину убили А мне нужно два списка пассажиров Один с Абриэллы, круиз Виктория Ой, средиземноморский круиз два года назад Ну, это не так трудно А дело? Я подумаю, ладно? А кофе возьмем потом? Еще бы Если принесешь мне дело Том, я всегда готова составить тебе компанию ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джейсон, ты напугал меня до смерти Не делай так Почему ты дома, кстати? Решил забежать Ты не рада? Конечно, я рада Ты напугал меня, вот и все Барбара слышала тебя в утренней радиопрограмме Она сказала, что ты упоминала свой загадочный круиз Джейсон, я прошу тебя, хватит подозрений Каролин У тебя есть любовник, это так? Нет И не будем больше об этом Ты же рассказала об этом всему свету Ты все еще видишься с ним? Джейсон, предупреждаю тебя Я не хочу снова проходить через эти твои... Так ответь мне Никого у меня нет И не было никого Я с тобой Почему ты этого не можешь понять? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИ 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 Порядок, носилки сюда Значит, вы говорите это все, что вы видели Спасибо, мадам, я позвоню, если потребуется Они все слепые, ее толкнули Опять бомж-психопат? Не умничай, этот район катится в пропасть Человек в плаще толкнул ее Все говорят, что это был несчастный случай. А вот и нет. Он украл у нее конверт. Спасибо. Ты нам очень помогла. Не отмахивайся от меня, морячок. Я видела его лицо. Сними с меня показания, или я пойду к детективу Шею. Он выходной. За все отвечаю я. Я запишу твои показания. Жди. Эту женщину толкнули. Я в этом уверена. Пусть все говорят, что это несчастный случай, и Хильда Добсон знает, что это не так. Она не придет, да? Держите это на тот случай, если она свяжется с вами. Химиотерапия не помогает. Мне бы стало легче, если бы я узнала, что случилось с Викторией, но... Есть еще кое-что. Мой адвокат Дуглас Блейк. Я всегда чувствовала, что его расследование ничего не даст. Луис, полиция тоже ничего не добилась. Я сделала его директором семейного трансфонда. Похоже, он хорошо работает, но... Иногда я в этом не так уверена. А ну-ка, стой! Эй, Абдул! Ты не хочешь прибрать и у меня тоже? Нет. Еще один... Воришка-наркоман. Ну? Бог-слон Раму защитит нас. По крайней мере, ты так обещал, когда вырежал его. Госпиталь Святого Луки. Мистер Уэллс? Как она? У вашей жены тяжелое сотрясение мозга. Отек мозга мы сняли, но говорить еще слишком рано. Я могу пройти к ней? Сможете, когда ее состояние стабилизируется? В приемном отделении она все время повторяла «Вин». Это кто-то из ее знакомых? Откуда мне знать? Я не знаю. Мистер Уэллс, в таком виде вы не помощник своей жене. Возьмите себя в руки. Скоро вас пустят к ней. Если честно, ваш звонок сюрприз для меня. Почему? Я думала, что Ди уже запустила в вас свои когти. Когти? Я чувствую, мы имеем дело с соперничеством, доктор Сюзан. Немножко. Не думаю, что вам стоит волноваться, потому что Ди привлекает внимание, изображая из себя мученицу. А вы проницательны. Ну уж. Она не может переделать себя. Состояние и статус мужчины – это то, перед чем она никогда не могла устоять. Мужчины вроде меня и Джека? Джек? Джек и я… Мы были… Близки. А потом появилась Ди, любимец светского общества. Стояла очередь из желающих жениться на ней. Но нет, ей нужен был Джек. А потом Джек ее бросил. А Ди все еще переживает. И я тоже, потому что он бросил ее не ради меня. Ну, я думаю, что у вас вполне трезвый взгляд на взаимоотношения. Да, я потратила столько часов на разбитые сердца других, что даже и не знаю, что лучше – потери любви или одиночества. Вы учились на юриста. Как вы стали психологом? Я вела дело одной женщины, которая в преподкеревности убила своего мужа. А потом… Я выяснила, что если бы она попыталась избавиться от всей той ярости, которая мешала им обоим жить, этого могло бы и не быть. Да, скорбь может смениться гневом. Да, да, может. Ладно, может, хватит уже обо мне? Нет, к вам мы еще не приступали. Женщину толкнули. Я это знаю. Пусть все говорят, что это несчастный случай. Хильда Добсон знает, что это не так. Этот Хаббард вел себя со мной, как с ребенком. Не надо вести себя со мной, как с ребенком. В 8 утра, конечно, буду, и пусть Шей будет готов меня слушать. И приготовьте булочки в глазури. Я видела его лицо. Я Хильда Добсон. Я-то знаю, что я видела. Обзор преступлений. Исчезнувшие, пропавшие люди. Доктор Джон Ричардс, персональные данные. Помощник директора по культмассовой работе на круизном судне Абриэлла? Кто там? Миссис Добсон, это детектив Эндерс. Простите, что так поздно, мадам. Это по поводу несчастного случая? Да, у нас появился подозреваемый. Я хочу показать вам снимок. Я думала, у Хаббарда ничего нет. Мадам, я вас плохо слышу. Можно я поднимусь на минутку? Ну, ладно. Осторожно на лестнице. Там нет света. Мисс Добсон, это детектив Эндерс. Вы? Вызывали? Хильда Добсон, может, и была занозой, но она этого не заслужила. Она оставила мне сообщение по поводу случая с Кэролин Уэллс. И что? И то, что женщина, которую утверждала, что видела, как миссис Уэллс, столкнули под машину, мертва. Все другие свидетели говорят, что женщина сама упала. Хильда сказала, я хочу! Я хочу, чтобы их опросили еще раз. И мне нужен отчет обо всем, что сказала Хильда. Мне на стол. Сейчас. Диа, привет. Что ты здесь делаешь? У меня был кастинг здесь рядом, и я зашла, чтобы перекусить с тобой. Дорогая, я не могу столько дел. Ладно. Может, я позвоню Эдену Мастерсу? Ты не будешь возражать? А почему я должна возражать? Знаешь, он так интересовался тобой в воскресенье, что я подумала, может, он у тебя заинтересовал. Ну, ты даешь. Ну, такая добыча. Он богат, красив. Послушай, Сьюзи, я просто пытаюсь быть осторожной, ясно? Я не хочу, чтобы то, что было с Джеком, повторилось вновь. Иди ко мне. И он мне правда нравится, Сьюзи. Не потому, что он красив и богат. Стоп, могу я нарушить правила и дать тебе профессиональный совет? Не знаю, по карману ли он мне. Ты сейчас очень уязвима. Тебе нужно время для самой себя, тебе нужно побыть одной, а не связывать себя с очередным мужчиной. Я знаю, знаю, ладно, но он не такой. Значит, ты не против? Нет, нет, я не против. Ты лучше всех. Спасибо. Всех благ. Спасибо, пока. Привет. Джейсон? Ну, как она? Все еще в коме. Привет, дорогая, это Пам. Послушай, я затеваю небольшую пирушку, я заказала шампанское, икру. Помела. Она не слышит тебя. А мне говорили, что они слышат, и я пытаюсь пробудить ее интерес. Может, и ты попробуешь это? Это все из-за меня. У нас была ссора. Если бы она не выбежала из дома. В холле нужны лампочки поярче. Ничего же не видно. Идет ремонт. И когда закончат? Должны были в прошлом месяце. Спасибо. Список пассажиров дал что-нибудь? Повторов нет. Если Кэрин получила кольцо от того же мужчины, что и Виктория, то он сменил имя. А это мысль. Ты мог бы проверить для меня одного адвоката? Дуглас Блейк. Адвоката? С удовольствием. Думаешь, он как-то замешан в этом? Он распорядитель семейного трастфонда Луис Клаусен. Проводит частное расследование для нее. Так, я видел его. Мне показалось, что он занят тем, чтобы старая леди была довольна. Том. Кэрин сказала, что у нее есть снимок, который сделали в том круизе. Значит, на корабле должны быть снимки пассажиров, так? Верно, это я прошляпил. Думаешь, они хранят старые негативы? А ты молодец. Правда, молодец. Еще что-нибудь нужно? Я забираю дело и возвращаюсь в участок. В этом городе все время умирают. Новое убийство? Жену архитектора Каролина Уэлл столкнули вчера под машину. Нет, она жива, а вот того, кто видел толкавшего, убили сегодня ночью. Стой. Да, Руджерио. Слушай, хочешь позаниматься адвокатом? Да, я так и думал. Может, вам лучше вернуться в госпиталь? Нет. Я не дам этому проклятому раку свалить меня. Спасибо тебе за заботу. Не за что. Мы можем поговорить о приете в Гватемале? А что с ним? Ну, я понял, что вы были правы. Мы никогда об этом не говорили, но ради тех сирот и в память о вашей дочери, может, начнем финансирование? Что за спешка? Приближается сезон дождей. Если не начать сейчас, я могу сам слетать и утвердить проект. Ты хочешь этого? А почему? Мне показалось, что вы с Викторией хотели этого. Где бумаги? Я просмотрю их и позвоню, когда приму решение. Миссис Клаусон, очень важно, чтобы мы не опоздали. Когда я приму решение, Дуглас. И только так. Джимми? Это Дуглас Блейк. Знаю, 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 что времени нет. Но, кажется, все подходит к финалу. Да, я знаю, что говорил это неделю назад. Но нужно время. Я все для тебя сделаю. Я никогда тебя не подводил. Джимми, послушай. Мистер Уэллс, вспомните, где вы были в понедельник с двух до трех. Я возвращался пешком на работу. Из вашей квартиры? Вы виделись с женой? Мельком. Что между вами произошло? Почти ничего. Почти ничего? А моя сотрудница в госпитале слышала, как вы сказали, что у вас была ссора. Мы просто разошлись во мнении. Разошлись во мнении. Эти же слова вы использовали два года назад, когда она подала на вас жалобу за бытовое насилие. Вы часто поднимаете на жену руку, мистер Уэллс? Она забрала эту жалобу. То есть она не довела ее до суда. Слушайте, я ревнив, я вспыльчив. Но я никогда... Что на вас было в понедельник? Что? В чем вы были в понедельник? Я не знаю. Костюм? Плащ? Какой плащ? Я не помню. Вы знаете женщину по имени Хельда Добсон? Нет. Она была найдена мертвой сегодня утром. Она утверждала, что вашу жену толкнули под машину. И знаете, Хельда была не из тех, кто открывает дверь чужому. Но она могла открыть, скажем, мужу пострадавшей. Вы меня в чем-то обвиняете? Я что, арестован, детектив? Еще нет. Но буду иметь это в виду. Вы свободны. Когда моя жена поправится, она вам скажет, что я здесь ни при чем. Отлично. Я буду ждать этого. Еще раз, Кэррон. Если вы меня слышите, прошу вас, знайте, что я отвечу вам в любое время. А теперь переходим к следующему звонку. Тиффани. У Тиффани тоже есть кольцо. Ух ты, я в эфире. Привет, доктор Сьюзан. Я от вас просто тащусь. Спасибо. Я просто хотела сказать, Кэррон, что ей повезло. Тот, кто дал ей это кольцо, настоящий жлоб. А почему вы так считаете? Ну, в прошлом году Мэтт, мой бывший бойфренд, подарил мне кольцо с бирюзой и надписью «Ты принадлежишь мне». Ему цена-то 10 баксов. Правда? Мы купили его в дешевой сувенирной лавке в Гринвич-Виллидж. Понятно, что он дал Кэррон ложный адрес. Такой же лузер из Квинкса, как и Мэтт. Тиффани, ты можешь принести мне это кольцо? Конечно. Можно я передам кое-что Мэтту? Лузер! Ну, я думаю, что Тиффани не нуждается в советах, как прекращать ненужные взаимоотношения. Я доктор Сьюзан. Мы продолжим после рекламных сообщений. Очень смешно, очень-очень смешно. Вот так. Сьюзан, я знаю, что ты сегодня спешишь. Подпишите письма, с которыми мы отправляем записи. Джейсон Уэллс? Откуда мне знакомо это имя? Я говорил тебе, что мы приманиваем классных слушателей. Да-да-да. Вот, смотри. Кэролин Уэллс, жена известного архитектора Джейсона Уэллса. Была сбита машиной на углу. Это же около моего офиса. Ладно, осталось 20 секунд. Подпиши, пожалуйста. Давай. 2,45. Открыто. Молчите. Снова кольцо, да? На всякий случай я сделал два. Закрыто. Уэллс и партнёры? Доктор Сьюзан Ченселор. Мне нужен мистер Уэллс. Простите, но он занят. Оставите сообщение? Да, передайте ему, что у меня есть запись моей программы, которую он заказывал. Доктор Сьюзан, я ваша поклонница. Я слушаю вас каждый день. Вы могли бы просто сказать ему... Это я сказала мистеру Уэллсу, что Кэролин рассказала вам о круизе. Это была миссис Уэллс? Она назвалась другим именем, но... А вы слышали, что случилось? Как она себя чувствует? Она всё ещё в коме. Я не знаю, сколько ещё мистер Уэллс будет занят. Вы же понимаете, какой сегодня день? Да. Просто пусть он мне позвонит, ладно? Шей! Будь на месте и закажи пиццу. Том! Том, Кэролин Уэллс – это женщина, которая звонила мне. Та из круиза. Я знаю. Знаешь? Не ты одна играешь в детективов. Мы осмотрели её квартиру, твой адрес был записан около телефона. Ешь, пока не остыла. Анчоусы любишь? Ты знаешь, что я ненавижу анчоусы. Значит, я была права. Она несла мне кольцо и снимок. Да, и ещё кое-что. Две женщины, исчезнувшие с Абриэллы. Одна в Египте, а другая в Алжире. Но не в том круизе, где была Кэролин? Нет. Одна в октябрьском круизе в том же году, а другая в октябрьском круизе прошлого года. Обе женщины брали круиз до того порта, где они исчезли, поэтому полиция не связывала их с кораблем. Том, круиз Виктории был в октябре. Я знаю. Это уже не может быть простым совпадением. Нет нужды говорить, какой сейчас месяц. Октябрь? Да. Кто-нибудь есть? Кто здесь? Спасибо за дивный вечер. Эйден. Класс, да? Мне дали десятку, чтобы поставить их у тебя в офисе. Что за денёк сегодня? 42-я стрит. Эрни, когда у нас будет электричество? Я так не могу. Сегодня. Завтра самое позднее. А сигнализация? Её должны были включить на прошлой неделе. Всё не так просто, как я думал. Да? Так разберись. Потому что я даже секретаршу не могу нанять, пока ничего нет. И уж если честно, то мне надоело чувствовать себя неуютно в своём офисе. Ладно, ладно. Я этим займусь прямо сейчас. Простите. Эрни! Мне нравится 42-я стрит. Похоже, такое же кольцо несла мне Каролин Уэллс. А есть новости по несчастному случаю? Хаббард. Я просил всех заново. Два свидетеля вспомнили того, кто, по словам Хильды, толкнул миссис Уэллс. Но они не могут его описать и не видели, как он толкал. Но трое свидетелей говорят, что у неё был конверт. И он пропал. А снимки с круиза что-нибудь есть? Снимки будут через пару дней. И поскольку ты у нас звезда эфира, я сказал, что ты заплатишь. Как ты мил. Спасибо, что заметила. Знаешь, если её толкнули, это мог сделать только тот, кто её знал, кто узнал её голос. Сьюзан, не забывай, это не офис коллеги-присяжных. А что это значит? Если тот, кто толкнул Каролин Уэллс, убил Хильду, он пойдёт за каждым, кто сунется в это дело. Ну, может, поэтому я и хочу, чтобы ты сунулся в это дело. Слово? Ладно. Я просто не хочу, чтобы у тебя начались неприятности, ясно? Итак, начнём с Джейсона Уэллса. Он обвинялся в бытовом насилии. Есть письменные показания Каролин, указывающие, что он вспыльчив и ревнеев. С ним даже занимался психоаналитик. Правда, и кто? Твой дружок, Джон Ричардс. Я не отрываю вас от каких-нибудь миллионных дел? Нет-нет, я рад, что вы вырвали меня из тоски и скуки. Надеюсь, вы не против того, что я пригласила вас сама? Нет, на самом деле я чувствую, что должен сказать вам спасибо. Может, я ещё услышу это вечером? Я подыскиваю себе новое местечко на Истсайде. Может, у вас есть идеи? Местечко на Истсайде? Между Парк Авеню и Пятая Авеню, Верхняя и Семидесятая. Рядом со мной? Правда? Думаю, я знаю риэлтора, который поможет вам. Спасибо, Эден. Вы такой добрый. Что-нибудь ещё? Ну, раз это рядом с вами, может, вы составите мне компанию в этих поисках? Я буду рада вашему совету. Конечно, а как же. Чтобы найти верное место, требуется быть внимательным. Да. Будем? Будем. Итак, пройдёмся по тому, что у нас есть. Виктория Клауссон пропала в Гонконге три года назад в этом месяце. И кольцо с её надписью «Ты принадлежишь мне» нашли в её вещах. Этого кольца, как уверяет её мать, до поездки у неё не было. Вот именно всё так? Год спустя Каролин Уэллс получает такое же кольцо, как мы считаем, на том же корабле и от того же парня. А во время следующего круиза Абриэлла исчезает женщина там, где Каролин должна была сойти на берег и со своим незнакомцем. А через год ещё одна женщина пропадает с того же корабля в Египте во время экскурсии к пирамидам. Пирамиды? Да. Ты мне об этом не говорил? Это и есть в деле. В любом случае разница невелика. Если она сошла с корабля, то они могли встретиться где угодно. Нет. Нет, Том. Смотреть на пирамиды, стоящие вдоль Нила. Что? Это из песни, как ты не понимаешь? Эта песня... Ты принадлежишь мне. Ладно, первая строка. Смотреть на закат на тропическом острове Виктория. Вторая строка. Увидеть рынок в старых кварталах Алжира. Жертва номер два. И номер три у пирамид. А последняя строка – это в джунглях. Вымокнуть под дождём. Таких мест может быть сотни. Шей? Да. Доктор Джон Ричардс? И что нашли? Так. Хорошо, спасибо. Это очень ценно. Что он сказал? Ну, доктор Ричардс активно использует свой паспорт. Вероятно, путешествует в поисках материала для своей книги. В том числе по круизным маршрутам. Я приглашу его. Нет, не делай этого. Он написал книгу о женщинах, которые исчезли, и он психолог. Он легко справится с тобой на любом допросе. Да, но мы всё-таки можем... Прошу тебя, Том. Дай мне поговорить с ним. Ладно? Слушай, он уже приглашал меня на ужин. Всё получится, само собой, и он ничего не заподозрит. Мне казалось, что это моя роль — соваться. Я прошу. Сюзан, если это он, если он заподозрит, что ты знаешь... Я знаю. Поверь мне, я знаю. Видите, так значительно лучше. Ниже смотрится лучше. Спасибо, ребята. Это Эйден. Привет. Сюзан, какое милое начало дня. Я просто хотела поблагодарить за цветы. Они такие... славные. Не стоит. Прости, но мне не хватало тебя вчера вечером. Эйден, я не знаю, в какую игру ты играешь. Но я знаю, что ты проявил интерес к Ди. А я не заинтересована в какой-нибудь... Вот как минутку-минутку. Во-первых, это Ди позвонила мне и пригласила меня к себе. Во-вторых, между нами ничего нет. Нет? Нет. Знаешь, если честно, она такая назойливая. Одинокая, может быть, более подходящая слова. Да, у нее был очень трудный период. Джек стал первым, с кем не она прервала отношения. Он бросил ее. Сюзан, я не Джек. И я не тот человек, чтобы пользоваться состоянием Ди или играть в игры с тобой. Теперь мне бы очень хотелось, чтобы ты провела со мной завтрашний вечер. Я... Это... Ну, ладно. Хорошо. Заеду в восемь. Пока. Сюзан, простите за опоздание. Все в порядке. Вчера у меня был плохой день. Иногда... Эта химиотерапия делает меня намного слабее. Сядьте. Может, нужно проводить наши сеансы у вас на дому? Ерунда. Когда я вижу, как шофер пытается пробиться в пробках, я чувствую, что могу победить рак. Кто обожатель? Это человек по имени Эйден Мастерс, владелица благотворительного фонда. Да, вы знаете его? Мы занимаемся одним и тем же. У вас отменный вкус. Знаете, это больше похоже на полицейский участок, чем на госпиталь. Я организовал постоянную охрану вашей жене. Это просто смешно. Ладно, если вы так уверены, что ее толкнули, почему не найдете того психа, который это сделал? Ищем. И стараемся уберечь ее, если он захочет повторить. Боже мой! Детка, она приходит в себя. Прошу, не... Вин. Вин. Кто такой Вин? Если бы я знал. И если бы я знал. Ладно, переходим к следующему звонку. Это Тиффани? Тиффани, привет! Доктор Сюзан, я рада, что пробилась к вам. Мне казалось, что ты обещала прислать кольцо. Но я не могу. Дело в том, что мы с Мэттом снова сошлись. Вы мне говорили, что Мэтт... Луза? Да, так и есть. Но он прикольный. А вы можете вспомнить, где вы нашли кольцо? Это очень важно. Я же сказала, в одной из лавок в Гринвич Виллидж. Там лавка с тряпками через дорогу, с фигуркой типа слона в витрине. Слон? Да. Я хорошо помню тот день. Это было наше первое свидание. Мы с Мэттом слонялись, и я увидела классного мужчину, который их покупал. Хозяин сказал, что он купил много для всех подруг своей леди. Тиффани, ты могла бы узнать этого мужчину, если бы ты увидела его снова? Смеетесь? Я официантка. Я не забываю лиц. Я каждого помню, кто к нам приходил. Это и делает нас лучшим рестораном в Йонкерсе. Копы тебе еще не сказали? Они считают, что это я толкнул Каролина под машину. Это... Это невероятно. И всегда только ты, правда? Тебе нужно внимание. Ты не уверен в себе. Даже сейчас, даже сейчас ты больше волнуешься за себя, чем за нее. Она все время зовет кого-то по имени Вина. Ты знаешь что-нибудь об этом? Кажется, я знаю, о ком идет речь. Мистер Уэллс? Я доктор Сюзан Ченцелор. Ваша жена... Она звонила мне прямо перед этим происшествием. А чем мы можем помочь? Я бы хотела взглянуть на то, что осталось у нее от того круиза. Я собираю материалы на мужчину, с которым она могла познакомиться на этом корабле. Думаю, я могу помочь вам в этом. Она показала мне это в воскресенье вечером. Похоже, у вас полно секретов. Спасибо. У нее было кольцо вроде этого? Боже мой! Да, я хотела применить к нему парапсихологию. Понимаете, вы, видимо, думаете, что я больная. Нет, я совершенно уверена в существовании того, о чем вы говорите. Что ты увидела? Я не то чтобы увидела. Это было лицо женщины. Она была завернута в пластик, и она задыхалась. Как выглядела женщина. Нет, мешок был мутный, она ловила ртом воздух. Увидеть рынок в старых кварталах Алжира. А потом она приписала встречи с Оуэном в час. Нет. Она пытается сказать Оуэн. Мужчина с того круиза. Мне нужна полиция. У меня по нулям. У меня тоже. Вот оно. Вот оно, Генри Оуэн Янг. Значит, это был Оуэн на Абриэли с Каролин. Но не с Викторией. Вряд ли он путешествовал под тем же именем, но... Вряд ли у него могло быть два паспорта с одним и тем же лицом. Я звоню в ФБР, пусть проверят. Значит, нам нужно сопоставить фото с паспорта Генри Янга со снимками с круиза. Снимки не докажут, что он убил кого-то. А как же Тиффани? Она сказала, что узнает его, это свяжет его с кольцами. Где она работает? Я не знаю. Вот, она упоминала, что это лучший итальянский ресторан в Йонгкерсе. Так и... Я рад, что вы ответили на мой звонок и согласились поужинать, Сюзан. Надеюсь, вы не думаете, что я сую нос не в свое дело. Нет. У вас тоже интересный послужной список. А когда вы директорствовали в круизах? Так я зарабатывал себе на учебу. И вас не тянуло туда, я имею в виду на корабль, пассажиров? Пару раз. У меня там до сих пор много друзей. А чем конкретно занимается круизный директор? Координирует действия, старается, чтобы всем было хорошо. И берет на себя заботу об одиноких сердцах? Это была хорошая школа. Вот и вы помогаете людям одиноким или наоборот разобраться в себе. А вам удалось помочь Джейсону Уэллсу разобраться с его проблемами? Знаете, я не могу обсуждать своих пациентов. Но да, думаю, смог. Думаете, он имеет отношение к тому, что случилось с его женой? Нет. А вы? Хорошо. Тогда не будем тратить время на это вечернее ток-шоу. Когда я начинал свою практику, я не очень сочувствовал своим пациентам. Просто проблемы, которые надо решать. А что изменилось? Вся моя жизнь. Алисия, моя жена, позвонила с вечеринки в офисе и сказала, что будет через час. Больше я ее не видел. Первые месяцы были ужасными. Я не знал, что случилось. Ее убили, похитили. Может, она сбежала с другим мужчиной? Вы, кажется, говорили, что она утонула? Полиция нашла ее машину на дне озера около нашего дома. Видимо, она в темноте пропустила поворот. Мне надо заплатить по почасовому тарифу? Простите. Это песня. Ты принадлежишь мне. Я пытаюсь вспомнить слова. Увидеть рынок в старых кварталах Алжира. Смотреть на закат глазами, полными слез. Нет, нет, нет. Нет? А вы знаете эти слова? Смотреть на пирамиды, стоящие вдоль Нила. Смотреть на закат на тропическом острове. Только все время помни, дорогая. Ты принадлежишь мне. А где про Алжир? Увидеть рынок в старых кварталах Алжира. Пришли мне фотографии и сувениры. Но помни, когда мечта станет явью, ты принадлежишь мне. Ты принадлежишь мне. У меня лучше получается в душе. Остается только дождаться этого. А это был мой намек. Пора. Доброй ночи, Джон. Доброй ночи, Сюзан. Грот. Боже мой! Я только недавно рассказывала о вас. Нет. Нет! Это же очевидно, Виктория. Кэролин, Хильда, Тиффани. Это один и тот же парень. Теперь мы сформируем группу. Сливки. Что выяснили ФБР по Генри Оуэну Янгу? Паспорт на такое имя не выписывался. Если он наш, то у него фальшивый паспорт. Сахар. Значит, он мог приехать откуда угодно. Нам нужна копия фотографий из круиза Кэролин. И как можно скорее. Если мы его не найдем, одна из женщин в октябрьском круизе может попасть в беду. Том! 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 Сотни круизов проводятся в это время года. Ну, у нас есть еще Джейсон Уэллс. Мотив ревность, обвинение в насилии. Это его портрет. Да нет! Это психологический портрет невспыльчивого мужа. Детка, у нас нет портрета. У нас есть серия убийств, которые мы пытаемся связать. Я знаю. Мы знаем, что есть связь. Только картина от этого не проясняется. Смотри, у меня здесь убийство владельца сувенирной лавки в Гринвич-Виллидж. Может, привяжешь сюда и его? Сувенирная лавка в Гринвич-Виллидж? Сувенирная лавка в Гринвич-Виллидж? Расскажете нам еще раз? Ну, вообще-то, я пошел проверить, когда увидел табличку закрытой. Он был добрым, малым и заслуживал большего. Когда вы видели его в последний раз? Перед тем, как он повесил табличку закрытой. Абдул продавал кольца вроде этого? Конечно. Он обожал Берюс. А вы когда-нибудь видели его клиентов? Погодите, погодите, да. Был один у него прямо перед этим. Да. Но я его не разглядел. А по фотографии вы сможете его узнать? Ну, может быть. Какой отличный вид. Мне нравится. Отсюда виден мой дом. Вы об этом, мне кажется, уже знаете. Не обольщайтесь. Я думаю, этот вариант мне подходит. Скажите им, что я въеду, когда вернусь из Панамы. А вы когда-нибудь были в круизе? Нет, у меня морская болезнь. Эйден, большое спасибо за помощь. Ди. Я знаю, вы чувствуете себя одинокой сейчас. Покажите, где здесь самое лучшее место для ланча. Чего не сделаешь для друга. Пошли. Дуглас. Вы уверены, что хотите поговорить? Ты сказал, что это важно. В Гватемале все готово для начала строительства. Эта современная клиника примет 400 детей. И лучшая часть этого проекта... Дом Виктории Клаусен. Как будто душа Виктории будет касаться душ этих детей. Вот. Вот почему я хотел, чтобы вы подписали эти бумаги. Надеюсь, я не заставила ждать вас слишком долго? Нет, нет. Я вылетаю в Гватемалу рано утром. Спасибо, Дуглас. Ты сделал меня очень-очень счастливой. Для меня это радость. Мистер Блейк? Сюзан Ченцелор? Разумеется. Как вы? Отлично. Я как раз иду поговорить с Луис. Как она? Если у вас есть что-то новое о Виктории, расскажите сначала мне. Я сама могу определить ее эмоциональное состояние. Да. Ну, не грузите ее. У нее утром была химиотерапия. Спасибо за совет. Этот приют будет носить имя Виктории. Красивый. Луис, могла ли Виктория устроить встречу с кем-то в том круизе? А что вы имеете в виду? Может быть, она столкнулась не с незнакомцем, а договорилась встретиться с тем, кого она уже знала. У Виктории были сотни знакомых. А не было кого-то особенного перед поездкой. Не думаю, иначе я бы знала об этом. Она никогда не встречалась с человеком по имени Джейсон Уэллс. Он архитектор. Джейсон Уэллс и партнеры. Я его знаю, он проектировал этот приют. Это что-то потрясающее. Похоже на вас. Все, не спорьте. Я первым поддержал этого художника, что говорит о моем исключительном вкусе. Шампанское вы хотите? Да, пожалуй. А это что? Это текущие проекты фонда. Я как раз полечу в Мехико на пару дней на открытие этого госпиталя. Это типовой проект? Госпиталь фонда Мастерса. Конечно, нет. Каждый проект фонда совершенно уникален. Вы меня извините, но я на минуту. Что-то не так? Нет, просто мне нужно. Мне нужен детектив Шей. Это очень важно. Ты когда-нибудь делаешь перерыв? Помнишь, я просила проверить Дугласа Блейка? Да. Руджерио выяснил кое-что. Но ничего крамольного. У него проблемы с казино. Что? Да, он задолжал кучу денег парням из Атлантик-Сити. Четыре года назад, но, может, поэтому его юридическая фирма переехала в Гонконг. Гонконг? Он был в Гонконге? Да, именно так он получил дело Виктории Клауссен. Его фирма работает с ее матерью, а он был на месте. Тебе это не кажется подозрительным? Может быть. Но его долги были погашены. Если проблема и осталась, то она, похоже, под контролем. А если он выплатил свой долг деньгами, присвоенными у Луизы Клауссен? Не понял. Он сказал ей, что будет строить приют в Гватемале. А я только что узнала, что никакого приюта нет. Ладно, я отправлю машину, чтобы взять его. Позвони позже. Позвони позже. Алло. Кто-нибудь есть там? Кто это? Луиз? Луиз, где Дуглас Блейк? В Гватемале. Он улетел сегодня утром. Вот почему полиция не нашла его ночью. Полиция? А в чем дело? Луиз, приют – это фикция. Это здание принадлежит фонду Мастерса. Полиция звонила в Гватемалу сегодня утром, и никто в их системе социального обслуживания никогда не слышал о Дугласе. Луиз, мне очень жаль. Дуглас имеет отношение к исчезновению Виктории? У него был огромный долг, и Виктория могла стать его шансом рассчитаться. Он казался таким заботливым, таким внимательным. Именно такому человеку Виктория могла бы довериться. Итак, доктор, охранная система работает как часы. Спасибо, Эрни. Послушайте, я увидел у вас текст песни. Знаете, Дюпре исполнили ее лучше всех. Дин Мартин и Петти Пейдж тоже хороши, но Дюпре... Верно. Слушайте, а вот имен этих певцов я не знаю. Виктория Клаусон. Это не певцы, но они связаны с текстом. А это? В джунглях вымокнуть под дождем? Пока я не знаю. Если вы ищете такое место, то вот оно. Мы с женой были там прошлой осенью, дождь шел каждый день. Хотите вымокнуть в джунглях, тогда вам туда. Я зайду позже, док. В октябре там сезон дождей. Привет, это Ди. И не надейтесь, что я перезвоню вам. Если вы услышали это... Я обеспокоился о вас. Вы не отвечали на мои звонки. Я была занята. Я чем-то оттолкнул вас от себя сезон? Я же сказала, я была занята. Как продвигается дело Клаусона? Вы ради этого пришли сюда? Том! Это доктор Джон Ричардс. Джон? Это детектив Том Шей, полиция Нью-Йорка. Джон уже уходит. Не так ли, Джон? Рад встрече, Джон. Классный плащ. Спасибо. Что это с ним? Он просто застал меня врасплох, вот и все. Когда ты сказала, что ночью кто-то звонил и дышал в трубку, я приказал проверить всех, его тоже. Ты была осторожна, как я просил? Том. Ди, вылетает сегодня утром, чтобы попасть на круизный корабль, и я не могу дозвониться до нее. Кто мог бы сделать это? Да, я свяжусь с полицией Порта, с ней все будет в порядке. Сейчас главные снимки, фото, Каролин скоро будут здесь. Я бы остался здесь, но надо готовить ориентировку на твоего адвоката. Через таможню он не проходил. Простите, мадам, у меня для вас сообщение. Да, вот оно. Прошу. Спасибо. Не стоит. Ди, позвони Сузан Чанцелор. Доктор Чанцелор. Только помни, дорогая, ты принадлежишь мне. Ди, позвони Сузан Чанцелор. Идешь куда-то? Зря ты полезла в это, не так ли? Разве плохо тебе жилось? Эйден, а зачем ты это делаешь? Как говорят психиатры, решаю свои проблемы. Ты знаешь, каково расти в семье, где деньги важнее любви? Ты встречаешь ту, которая дарит тебе свою любовь, милую крошку Пати Оуэн. Ты принадлежишь мне, становится твоей песней. Она дала тебе кольцо, на котором выгравированы эти слова. Она обрамотала эти слова, когда мы сливались. А потом был круиз. Мы сливались с ней каждую ночь. И знаешь, что потом? Она бросает тебя, берет твои деньги, а тебя просто выбрасывает. Нет, тебя никто не выбрасывает. Молчать! Больше я в эту ловушку не попаду. И знаешь что? У меня было много женщин, таких же, как она. И все изображали одиночество и страстную жажду любви. Ты, Виктория, Карлин, Ди и даже ты. Вам всем казалось, что вы одурачили меня, да? Но я не дам тебе сделать того, что сделала со мной она. Нет, Эйтен, убийством ничего не поправишь. Молчи. Молчи. Хватит с меня твоей психочушить, доктор Сьюзан. И знаешь что? Это моя терапия, и она очень помогает. Все закончится минут через десять. Могу сказать тебе кое-что. Ты не должна была умереть, Сьюзан. Но ты подобралась слишком близко. Все закончится через десять минут. Угадайте, где мы его взяли? Он садился в автобус до Атлантик-Сити. Как вы все похожи. Не можете остановиться. Субтитры создавал DimaTorzok Привет. Я же сказал, что приду. А я ничего и не говорила. Умница. Но ты заставил меня поволноваться. Док, я услышал. Боже. Док. 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 Вы живы? Док. Вы в порядке? Том, это не он. Это не он. Эйден Мастерс. Это Эйден Мастерс. Он отправился сзади. Ты цела? Иди к ней. Иди, прошу тебя. Я вызову скорую. Помоги ей. Помоги. Сьюзан, позвольте. Все позади. Ладно. Кто такой Оуэн Блэк? Тот, за кем не будут гоняться ради грантов и пожертвований. Шансов будет мало добраться до вас. Стоять! Все, держи! Вот так. Вот так. Выводите его. Давай, пошли. Двигай! Детка. Я в порядке. Как-то это неправильно. Вы в госпитале, а я вас навещаю. Это формальность. Ди принесет мои вещи, и я уйду отсюда. Сьюзан, мне не хватит всей жизни, чтобы отблагодарить вас. И мне не так много осталось. Но вы сделали так, что мне теперь намного легче. Жаль, что я не могу сделать большего, Луис. Узнать, что случилось с Викторией, было тяжело, но не знать было куда труднее. Прости, что так долго. Не пускали, время посещения закончилось. Хорошо, что со мной был доктор. Рад, что вам лучше. Ну, я пойду отсюда, чтобы вы могли переодеться. Спасибо еще раз. А вы не проводите меня до лифта? Конечно. Пока. Пока. Ну, я, наверное, тоже пойду. Отписываться придется долго. Рад был снова поработать с тобой, Сьюзан. Я тоже, Том. И поверь мне, я не собираюсь стоять в стороне. Том. Ах да, прости. Пока. А доктор Ричардс, ничего? Думаешь, он поможет мне забыть Джека? Профессионально? Или персонально? Профессионально. Послушай, я хочу поблагодарить тебя за то, что спасла меня от Эйдена. И я считаю, пришло время перестать использовать мужчин как показатель своего счастья. Я не говорю, что смогу это сделать, но я попробую. Он так смотрел на тебя, что у меня все равно нет никаких шансов. Правда? Правда. И я видела, как ты смотрела на него. Я однажды совершила эту ошибку Сьюз и не хочу ее повторять. Входите, мы одеты. Док, смотрите, вы в отличной форме. Эрни. Не говорите, что вас уже отпускают. Спасибо тебе, Эрни, но похоже, что это так. Слушайте, вы же не пойдете в свой офис прямо сейчас. Эрни? Да нет, ничего. Я уверен, что еще пару недель. Неделю. Доктор, там столько проводов, а инструкции на корейском. Эрни. Я работаю. Работаю. Эрни. Док! Исполнительные продюсеры Сони Гроссу, Ларри Джейкобсон, Джон Лейнг.